И все это основано на, ну как бы сейчас у нас 2020 год, все это, как правило, основано на современных технологиях. Нас и так долгое время до этого убеждали, что наша безопасность, возможно, только если за нами будут максимально следить камеры на улице, дроны в небе, GPS-трекинг в наших телефонах и так далее. И здесь очевидно, что для того, чтобы понимать, что происходит и для того, чтобы как-то на это реагировать, все эти вещи нужно отслеживать. Значит, мы видим сейчас целых несколько видов ограничений нашего права на приватность, и это касается и слежки с помощью специальных устройств, которые там выдаются, к примеру, путешественников. Это касается и слежки там со стороны дронов, это касается мониторинга публичных пространств с помощью камер с распознаванием лиц и всяческих приложений, там государственных приложений, которые сейчас тоже имеют функцию отслеживания того, кто нарушает карантин, ну просто по геолокации. Как юрист могу сказать, ну как для того, чтобы вводные рамки какие-то задать, что с одной стороны право на приватность, да, действительно может быть ограничено и может быть ограничено вполне легитимно для защиты общественного здоровья. Что, в общем-то, сейчас происходит? То есть сейчас та ситуация, которая есть, она действительно требует таких мер. Но здесь нужны определенные гарантии. Эти гарантии связаны с тем, что, во-первых, эти ограничения должны быть основаны на законе, то есть у нас должны быть четкие нормативные документы, в которых написано, что можно, что нельзя. Второе. Эти меры должны быть направлены только на защиту общественного здоровья и никак не касаться, к примеру, подавления несогласных с мерами правительства, с отслеживанием тех, кто, например, высказывается на эту тему не так, как этого хочет правительство. И третье. Эти меры должны быть пропорциональны. То есть мы должны отслеживать, чтобы эти меры не вмешивались в нашу приватность больше, чем это требуется. К примеру, для того, чтобы тот же трекинг не применялся ко всем людям без какого-то выбора, чтобы выделялись какие-то специальные группы риска, люди, которые с подтвержденными заболеваниями и так далее, для того, чтобы у нас не было массовой слежки. Ну и, собственно, эти меры должны быть временными. То есть через какое-то время мы просто должны будем увидеть, как их снимают. Если говорить про Беларусь, то последнее, что я бы хотел сказать. В Беларуси сейчас мы не можем отследить, какие меры применяются, поскольку у нас нет карантина. То, как у нас отслеживаются контакты первого уровня, второго уровня, информация эта не раскрывается. То есть в нормативных актах у нас, опять же, нет четких инструкций о том, могут ли использовать данные мобильных операторов, могут ли использовать какие-то дополнительные данные для трекинга. Поэтому, например, правозащитникам достаточно сложно отслеживать эту ситуацию. Я думаю, что со временем, если у нас все-таки примут какие-то карантинные меры в Беларуси, то мы будем получать большую информацию, в том числе и о тех ограничениях, которые будут применяться. Спасибо, Алексей. Сейчас у нас уже подключилось чуть больше людей. Я бы хотела минутку буквально на технические детали рассказать о технических деталях нашей сегодняшней видеоконференции. Во-первых, по волчанию все сейчас замьючены. Если вы хотите что-то сказать, спросить, вы можете либо написать свой вопрос в чатик, который есть встроенный в конференцию Zoom, вы можете найти эту кнопочку внизу под видео, он называется «Чат». Либо вы можете нажать кнопку, там, где все перечислены участники, вы там можете найти кнопку «Поднять руку», «Рейс Хэн». Если вы хотите задать вопрос в какой-то очередности, вы просто нажимаете эту кнопочку, я вам предоставлю слово. Также хочу сказать, что сегодняшняя наша запись, ведется запись нашей конференции, и учитывайте это, когда вы что-то говорите или что-то делаете. Впоследствии мы выложим ее на YouTube, чтобы могли посмотреть те, кто, допустим, не смог подключиться к нам сейчас. И я, наверное, хочу сейчас дать слово Сергею Костроме, юрист, специалист по Европе, я бы это сказала, по Центральной Европе, по информационной политике. Он много знает о том, что происходит сейчас в Праге, потому что он прямо сейчас там находится. И он даст немного информации нам о том, какие меры сейчас принимает правительство Чехии. И также, насколько я знаю, хотел немного рассказать про то, что происходит в Венгрии, о которой мы совсем ничего не знаем. Но там тоже какие-то совершенно сумасшедшие вещи. Сергей, тебе слово. Добрый день, коллеги. Очень рад, что участвую в этом мероприятии. Хотя бы начать с того, что сейчас в Чехии полный карантин. Это значит, что можно выходить на улицу только в магазин, либо за лекарствами. И в ответ на вот эти сплошные меры в последнее время обсуждается так называемый умный карантин. В чем суть данного метода? Когда будет выявляться заболевший, он сразу же заполняет анкету, в которой указывают контактные данные. И через некоторое время на телефон позвонят из специального колл-центра, организованного кризисным штабом, для того, чтобы получить согласие на обработку данных. В чем цель? В том, чтобы определить все местоположения, где мог находиться зараженный человек. И максимально определить контактных лиц, которые могли каким-то образом заразиться. Происходит это следующим образом. Человеку звонят и спрашивают, согласен ли он на обработку данных мобильного оператора и банковского счета, то есть платежной системы. После того, как человек дал согласие, через час или полтора ему еще раз перезванивают. Для того, чтобы он более подробно рассказал, с кем он мог встретиться, где он мог находиться, где он мог заплатить и с кем он был в это время. Таким образом, суживается круг лиц, которые могли быть подвержены заражению. Затем тех лиц, которые были сужены, обзванивают. Вот здесь большой момент и вопрос, каким образом появляются данные тех лиц, контактные. Обзванивают для тех, чтобы взять у них тест на коронавирус. Перед тем, как брать тест на коронавирус, все лица обозначаются желтым цветом, то есть под подозрением. После того, как у них тест подтверждается, они становятся, лица, так называемые, красные, которые их направляют в карантин. И за ними ведется наблюдение. Или базеленых, если у них нет в организме вируса. Следует отметить, что курировать данный контактный центр будет армия, как и организовывать. Поскольку к армии в чешском обществе довольно-таки высокий уровень доверия. И я бы сказал так, данные меры не вызывают большой, они не оторгаются большим числом граждан, поскольку это можно проследить даже в медиа. Есть только небольшая, ну, скажем, не небольшая, а дискуссия среди городских жителей с высшим образованием, которые подвергаются сомнению данные меры. Но правительство обещает, что данные меры временные, вся информация будет храниться временно. Но, честно скажу, никто никаких ссылок на то, где это хранится, каким образом это будет дальше обрабатываться, пока не дал. В настоящее время данная система тестируется в одном из регионов Чешской Республики. И после Пасхи ее планируют везти по всей Чешской Республике. Почему данная мера еще раз не вызывает отторжения? Поскольку она, по мнению правительства, позволит снять всеобщий карантин. А в Чехии очень высокая доля мелких предпринимателей, которые в данный момент страдают больше всего. И, скажем так, они заинтересованы в том, чтобы сплошной карантин был сна. И, как я уже говорил, сам колл-центр и центр обработки данных курируют армии. Очень уважаемый в Чешской Республике институт, в отличие от правительства и парламента. И про Венгрию. На мой взгляд, это самый интересный кейс в Евросоюзе, потому что страна, скажем, или государство уже довольно-таки долго идет к тому, чтобы все институты контролировались одним человеком, либо его кругом знакомых. В частности, медиа. И вот парламент уже давно контролируется партией ФИБЕС и, скажем, партиями-сателлитами. В общем, что было пару дней назад? Пару дней назад прошел со второй попытки закон о продлении, закон о чрезвычайном положении, который в том числе расширил полномочия правительства в сфере контроля над, или ограничения прав граждан. В частности, данная мера бессрочна. Ее формально может отменить только Конституционный суд, либо парламент, который принял данный закон. Второе. В рамках меры о чрезвычайном положении государственные органы могут преследовать граждан, либо организации за предоставление недостоверной информации, за умышленное предоставление недостоверной информации, которая может повлечь нарушение общественной безопасности и так далее. За это можно получить реальный срок. Ну, в общем, очень сложно себе представить, что в данное время в Венгрии какие-то медиа будут предоставлять недостоверную информацию в том виде, в котором ее понимает венгерское государство сегодня, поскольку практически все медиа большие находятся в собственности круга друзей, либо знакомых Виктора Орбана. В общем-то, все не так печально, но некоторые политики Евросоюза, в частности Матео Ренди, заявили, что это страшный прецедент. Но этот прецедент уже несколько лет продолжается. Да, спасибо, Сережа. А скажи, пожалуйста, вот ты говорил про то, что вот граждан обзванивают, да, ты уже сказал, что непонятно, как эти граждане попадают в эти списки обзвона, да? Но у меня вопрос скорее про то, что, а считается, есть ли какое-то законодательство, которое регулирует вот именно этот процесс? И считается ли вот согласие данное по телефону достаточным согласием для обработки таких важных и чувствительных данных? Да, согласие будет считаться достаточным. Каким образом обзваниваются граждане? Граждане зараженные, которые прошли тест и у них был подтвержден наличие коронавируса в организме, они заполняют анкету, которой предоставляют условно свой телефон. И на этот телефон затем звонят из специального колл-центра, где сидят интерны, либо работники санстанции. А закон какой-то по этому поводу уже выпущен из Чехии? Да, это все действует в рамках закона о чрезвычайном положении, закона о личных данных и так далее, а закона о общественном здоровье и так далее. То есть правовые рамки этого существуют. И на самом деле происходит не сплошное обзванивание только тех людей, которые предоставили свои данные и затем во время телефонного разговора дали согласие на обработку этих данных. Да, кстати, я забыл еще отметить очень важный элемент про Чехию. Поскольку данная ситуация является довольно-таки экстремальной, чешское общество и его, скажем так, креативный класс в виде IT-компаний проявили недюжинные интересы в разрешении проблем. И вот данная мера, как умный карантин, является инициативой местных айтишников. Но еще одной из инициатив местных айтишников является возможность поставить на карте, то есть пользователь может поставить на карте, если он зараженный и у него подтвержденный статус, те места, на которых он ходил. Но на карте поставить не гугловской, а местной. В Чехии очень популярны местные ресурсы, местные поисковики, местные почтовые сервисы. Вот у них есть свой местный сервис карп, крайне популярный, намного более популярный, чем Google Maps, на котором пользователь может поставить точки, где он был, где он живет, чтобы другие пользователи могли видеть эти, скажем так, опасные места. Что может повлечь, с другой стороны, чрезмерный наплыв желающих сделать тесты, потому что люди, увидев красные точки, где был заражен, могут подумать, что они тоже заразились, и могут, скажем так, сделать чрезвычайное давление на центры тестирования. Да, это такая достаточно интересная. Но я правильно понимаю, что, в принципе, гражданами эти все инициативы, эти все вещи, они очень поддерживаются, то есть нет какого-то движения против. Ну, я не могу сказать в процентном соотношении, но большой дискуссии сейчас в медиа, в частности, или в социальных сетях, о которых я слежу, нет. Есть, условно, несколько изданий, которые считаются либеральными, и там несколько раз возникали материалы о том, что это может быть шаг в произведение 1984. Но затем государственная власть очень быстро, центральная власть, очень быстро реагирует на такое, где разъясняют, в чем будут заключаться эти меры, с кем это все работает, но прямо детального еще никто им нигде не давал. То есть общего все гарантируют. Да, мы соблюдем все права на правилости и так далее, и ограничим минимально, пропорционально и так далее. Да, как-то идет ли дискуссия, или, может быть, сами власти говорят ли о том, что будет со всей этой информацией, со всей этой инфраструктурой, когда закончится карантин, закончится пандемия? Исходя из того, что обсуждается в открытом доступе, то вся информация после пандемии будет уничтожена. Понятное дело, этот колл-центр, он временный, и он прекратит свою работу ровно после того момента, как закончатся цели, для которых он был создан. Ну это очень интересно, хотелось бы действительно верить, что все действительно будет уничтожено, как-то перестанет обрабатываться, эти данные не пойдут никуда дальше, не сохранятся для будущих поколений и для использования в каких-либо других целях. Как раз-таки про это, наверное, сейчас переживают большинство правозащитников, которые так или иначе связаны с защитой персональных данных. Еще момент. Пока никто не оспарил в судебном порядке введение в Чехии. Пока еще не было. Я думаю, что это интересно, что, в принципе, очень серьезные ограничения происходят в многих-многих странах, в том числе в Чехии, но люди в целом это все поддерживают. Они готовы, и они считают это важным, не думая о том, что это ужасное нарушение прав человека, хотя в обычной ситуации, скорее всего, они бы очень противостояли данным мерам. Это правда, это правда, потому что меры и проблемы, с которыми столкнулись предприниматели, у них беспрецедентны. Спасибо тебе большое, Сергей, за этот экскурс и рассказ того, что происходит. По поводу того, что происходит на картах, это очень интересно. Вот в Чехии, как сказал Сергей, люди сами отмечают те места, где они были. Я, кстати, вот вспомнила, что, допустим, в Китае правительство отслеживало людей по их транзакциям, которые проходили в их внутренней системе, и потом по этим транзакциям они смотрели, где был человек, кто в этот момент был рядом с ним, тоже там через сервисы геолокации, сервисы оплаты, и таким образом вычисляли, в общем-то, всех людей, которые так или иначе могли быть подвергнуты опасности. А вот, насколько я знаю, в Казахстане есть приложение, в котором можно отметить дом, где находится зараженный человек. Может быть, Руслан, ты расскажешь про это подробнее, что это за сервис, как это происходит и что о нем думают граждане? Здравствуйте, коллеги, друзья. В первую очередь хотел бы выразить слово благодарности организаторам данной видеосвязи. Действительно, это очень важно. Что касательно Казахстана, то действительно меры беспрецедентные. В отличие от многих государств, в принципе, есть определенный набор нормативно-правовых актов, которые на считающее время каким-то образом, не то что регулируют, но, по крайней мере, у нас есть возможность узнать, о каких мерах идет речь. Что касается мобильного приложения Smart Astana, то я бы хотел в первую очередь обратить ваше внимание. То есть это действительно удобный сервис в плане отслеживания. И для многих, многие люди считают его оправданным в данной ситуации. Но что интересует в первую очередь меня, в чем моя большая озабоченность по этому сервису, то, что та информация, которая будет храниться, то есть по словам представителей государственных органов, то есть информация будет храниться на защищенных серверах и есть интеграция с Министерством здравоохранения. То есть меня больше всего это пугает, потому что, к сожалению, нету, не прописаны на данный момент никакие гарантии, что будет происходить с той информацией персонального характера, которая сейчас собирается. И собирается, на самом деле, она везде. То есть отходя от приложения Smart Astana, то есть я должен сказать, что сейчас везде на пунктах пропуска через государственные границы, на блокпостах граждане обязаны заполнять анкеты, в которых фиксируется информация персонального характера. И этот сбор, я бы не сказал, что он контролирует кем-то, и мы не знаем, у нас нет информации о том, куда все это уходит. Понятно, что это правоохранительные органы, понятно, что это Министерство здравоохранения, но в отличие от европейского примера, что будет дальше, мы не знаем, и нам не дают никаких гарантий. По поводу самого приложения, то есть оно на данный момент существует. Понятно, мы понимаем, что даже в тот момент, когда ты регистрируешься в этом приложении, то есть уже идет определенный сбор персональной информации. И та информация персонального характера о состоянии здоровья, понятно, что, ну, по крайней мере, разработчики включили в нее такую, не знаю, она обезличена, то есть, по крайней мере, нет фамилий, имен, контактов и так далее. Ну, я не знаю, с точки зрения, не знаю, этики, морали, правильно ли это указывать на... Это уже действительно тема для другого разговора, возможно. То есть, ну, я считаю, что мое личное мнение, конечно, это неэтично указывать место расположения, так называемые геотреки тех людей, инфицированных или находящихся на обязательном карантине. То есть, что мы должны понимать, что сейчас происходит в Казахстане? То есть, идет контроль, определенная слежка за двумя категориями граждан. То есть, это А, инфицированные, это Б, лица, находящиеся в режиме обязательного карантина. Вот. Но уже идет вопрос, и, как я понимаю, что скоро выйдет постановление главного санитарного врача о том, чтобы все граждане, без исключения, устанавливали данные приложения для соблюдения другой категории граждан, то есть, за контролем домашнего карантина. То есть, за контролем... И вот здесь, конечно, большой вопрос, стоит ли это внедрять, будет ли это... Ну, я считаю, что все-таки власти пойдут на данную беспрецедентную меру. Да, Руслан, смотри, у нас вот здесь вопрос от Лжана. Я так понимаю, что это, возможно, к тебе, может быть. Что касательно ПО Digital ID для регистрации в нем удаленно? Несет ли он в себе риски слива персональных данных? Знаешь ли ты что-нибудь про это приложение? Я, к сожалению, по этому приложению много сказать не смогу, но действительно, это факт, то есть, он реально несет в себе риски. А можешь рассказать подробнее, что это вообще за приложение? Приложение? Я думаю, в принципе, Лжан, если он как бы знаком с ним, может, в принципе, меня поддержать и сказать более-более детально. Лжан, выходи на связь. Да, Лжан, если ты можешь подключиться. Да, если ты знаком конкретно по Digital ID, то было бы интересно, конечно, это услышать. Всем добрый день. Меня слышно, да? Да, да, привет, Лжан. Я слышно, Лжан. Да, касательно Digital ID, просто я регистрирую родственников удаленно для того, чтобы они получили софт-выплаты, там, пересмотренные государством в размере 42,5 тысяч тенге. Вот, и, конечно, сам софт он хромает в части того, что для начала, как бы, вбивается им, чтобы зайти и получить АЦП, нужно, чтобы ваш номер телефона был зарегистрирован в Легове. Дальше он, ассистент, он подтверждает, что данные и вы, как бы, ну, один и тот же человек, и, соответственно, вы дальше переходите в Digital ID. Это сайт, и есть мобильное приложение на iOS и Android. Но дальше потом вы регистрируетесь, телефон привязываете к своему ID, загружаете удостоверение личности, а потом, как бы, проходит каким-то образом верификация этих документов. Где-то часа, наверное, три или четыре ушло, чтобы мне одного человека задегистрировать. И потом вы можете АЦП получить удаленно. Просто, в чем мне не нравится, это в том, что софт реально хромает, он очень неудобный. Видно то, что, как бы, они спешки проводили интеграцию ЮГО и Digital ID. И вопрос, реально, состоит в том, что, как бы, несет ли он в риски вообще слива персональных данных. Я думал, что кто-то там знаком, касательно, этого приложения, потому что я впервые с ним столкнулся. Вообще, раньше об этом не знал. Ну, я хочу, наверное, чуть-чуть сказать, такой немножечко отвлеченный от этого. Я думаю, что это немножечко похоже на российскую систему госуслуги. Я думаю, что любая интернет-система, она влечет за собой риски слива персональных данных, куда загружается огромное количество информации. И неизвестно, как оно там отслеживается, кто его контролирует. Риски есть всегда. Я бы сейчас хотела, наверное, вернуться к смарт-эстонуне, потому что это скорее вот про ту тему, о которой мы говорим. Руслан, ты знаешь, как работает эта штука? Вот чтобы чуть-чуть было более понятно. То есть в него граждане сами ставят эти точки, либо это делается как-то автоматически, синхронизируя данные с Минздравом. Ставят точки те, которые уже инфицированы в том доме, где они находятся. Или кто-то это делает. Может, чуть-чуть подробнее про как это работает? Я уверен, что эти точки ставят непосредственно органы, которые именно следят за мониторингом передвижения людей, которые в свою очередь, не знаю, обрабатывают информацию, смотрят. Для них важна именно не сама точка, а именно мониторинг, отслеживание перемещения, то есть с кем контактируют и так далее. Я не знаю насчет добровольных случаев, но я думаю, что все-таки эти точки ставят, не знаю, разработчики, то есть кто модератор этого приложения. А скажи, как-то в законе эти меры прописаны, или пока что это вот просто действует, просто потому что действует? Я бы хотел бы сразу, то есть если мы говорим о Казахстане, сейчас немножко отличаемся от самого приложения, но я хотел бы ваше внимание занять постановлением главного государственного санитарного врача по городу Алматы. То есть постановление называется «Введение на территории города Алматы черчайной ситуации». И главный посыл, то есть департаменту полиции, среди других многих мер, предписано обеспечить контроль, соблюдение домашнего карантина без права передвижения с отслеживанием посредством мобильной связи. То есть на самом деле эта мера развязывает руки правоохранительным органам, специализированным органам для слежки. То есть мы понимаем, что операторы мобильной связи, то есть у нас есть монополист в Казахстане, казахтелеком, будет отслеживать. То есть на данный момент, как я говорил, то есть слежкой идет мониторинг по уже инфицированным и людям, находящимся на обязательном карантине. Но я думаю, что следующим шагом, конечно, будет введение тотального мониторинга за всеми людьми, соблюдающим домашний карантин. То есть я специально выделяю эту меру. Как-то так, к сожалению, национальный закон о персональных данных в республике Казахстан несовершенен. И там очень мало сказано о обезличивании персональных данных в рамках государственной деятельности, то есть каких-то мер предпринимаемых. На данный момент есть статья об обезличивании персональных данных, но, к моему большому сожалению, то есть ее смысл сейчас, сфера применения данной нормы, она ограничена, то есть при проведении социологических, научных исследований. То есть сейчас, на данный момент, в Можилисии, 18 марта, если не ошибаюсь, уже в первом чтении были приняты так называемые законы о цифровых технологиях, законопроект. И там, среди прочего, есть поправки именно в законоперсональных данных. И данная статья об обезличивании, она звучит уже в другой, более, я бы назвал даже революционной редакции, где говорится, что любая обработка персональных данных, больших массивов данных, она должна, то есть главным критерием обязанности должно быть обезличивание. К сожалению, сейчас этого нет. Мы все понимаем, что когда он придет, что сейчас происходит. Вот тут такая проблема есть. Мы понимаем, что развитие технологий и принятие законопроектов, к сожалению, между этими процессами, очень большой разрыв. Но в рамках ЧАЭС, в рамках ситуации, когда действительно под удар ставятся все наши права, и в том числе право на нашу частную жизнь, конечно, вот нам этого сильно не хватает. И мы уже понимаем, что отдельные нормы, вообще законодательство о персональных данных, оно сильно устарело. Я надеюсь, что в будущем, когда все это закончится, у нас будут большие основания говорить и продвигать какие-то изменения законодательства. Возвращаясь к вопросу Елжана, на самом деле, в том числе сейчас идет рассмотрение нового кодекса о здравоохранении. И там, среди прочего, предполагалось внедрение, уже внедряется на самом деле, сейчас электронный паспорт здоровья. На самом деле, это крутая штука, это набор, то есть законодатель описывает электронный паспорт здоровья как набор структурных, персональных, медицинских данных о состоянии здоровья физического лица и оказываем ей медицинской помощи. На самом деле, вот сейчас бы, если бы после принятия этого закона, законопроекта была бы подобной ситуацией, то, наверное, государству было бы легче и не надо было бы придумывать отдельные приложения по слежке, то есть, по крайней мере, в рамках электронных паспортов здоровья, ну, они на самом деле помогли бы. Сейчас это лишь просто положение законопроекта, этого нет. Ну, слушай, хорошо на самом деле, что есть какие-то вообще законодательные меры, которые применяются, которые устанавливаются для того, чтобы применять те или иные ограничения. У вас, например, есть хотя бы законы персональных данных в Беларуси, например, у нас вообще нет закона персональных данных, но, с другой стороны, ни карантина, ни режим АЧС у нас тоже нет. Леша, хочешь сказать что-нибудь про эту ситуацию? Про какую именно ситуацию? Так, сейчас я тебя отмечу. Да, ну вот смотри, у ребят ввели режим чрезвычайной ситуации, да? И именно из-за этого режима, как в соответствии с законом о чрезвычайной ситуации, у них происходят все вот эти вот меры, которые они применяют для слежки за гражданами, для того, чтобы их отмечать на картах и так далее. Достаточно ли этого вот закона о чрезвычайной ситуации для того, чтобы применять такие меры ограничения? Конечно, достаточно, то есть чрезвычайное положение как раз-таки предполагает ограничение некоторых прав и свобод. Есть еще, конечно, определенные международные обязательства в связи с этим. Ну, к примеру, необходимо там уведомить ООН об этом, ну, то есть есть соответствующее положение пакта о гражданских политических правах. Ну, и опять же, мы должны точно понимать, что эти ограничения должны быть временными, и срок этих ограничений должен быть четко установлен. Да, спасибо. Ну, понятно, что самое главное для нас, чтобы все было четко прописано. Вот как говорит Аня Барновская, которая находится в Израиле, у них тоже достаточно похожие есть ограничения, и похожее приложение, оно получает доступ к данным пользователя телефона, а дальше сверяют их с данными из Минздрава. Ну, на самом деле, сколько я слышала в Израиле, очень много разнообразных мер принято для защиты от коронавируса. Так, если Аня с нами здесь, может быть, немножечко подробнее об этом расскажет. Сейчас мы... да. Алло, всем привет, слышно меня. На самом деле, действительно, то, что рассказывает Руслан, я прислала ссылку на одну из мер, которые у нас приняты. Вообще, в Израиле ввели чрезвычайное положение, ввели его три недели назад, и интересно, что вместе с чрезвычайным положением сделали официальный запрос, как бы, возможно ли использовать спецтехнологии, причем без уточнения и перечисления списка спецтехнологий, для того, чтобы бороться с коронавирусом. В принципе, суд вынес решение о богатстве, что государственные органы имеют право в течение 30 дней, то есть ограничили срок, контролировать разными способами данные. Ну и, соответственно, когда мы говорим про Израиль, у нас здесь будет и приложение, и геолокация по мобильным телефонам, причем и дроны, и распознавание лес. Конечно, то есть, в принципе, они за основу здесь взяли пример Тайваня и решили попробовать сбить волну тех, кто заболел именно такими способами. Контролируют у нас разные категории лиц, то есть, соответственно, контролируются те, кто заболел, те, кто был в контакте, первый контакт, и кто попал в карантин, причем это обязательно тотальный карантин. И, кроме того, в принципе, у нас сейчас запрет выходить из квартиры, покидать место на расстояние больше, чем 100 метров. Только в случае необходимости можно отправиться, там, не знаю, в магазин или в аптеку, но в целом все прогулки, все остальное, оно лимитировано 100 метров. И, соответственно, дальше начинается очень много вещей, каким способом это проверяется. Первый, наверное, достаточно важный способ – это соседи, которые на самом деле имеют разные опции, способы заполнить форму или позвонить, или субмитить клейм по телефону и сказать, что мой сосед нарушает карантин, или там люди отошли больше, чем на 100 метров, и это сильно работает. То есть общественное сознание в этом отношении удивительно, удивительную вещь играет. Дальше ты можешь сам установить себе приложение, и тебе будут говорить, то есть сам разделить все полностью свои геоданные, тебе будут говорить, то есть, соответственно, государство получает доступ к геоданным и сверяет вот эти вот геоданные с обезличенной информацией с облака Министерства здравоохранения. Они говорят, что это, в принципе, open source приложение, и что они его скоро выложат без каких-то только коммерческих частей для общественного доступа. Но посмотрим, пока есть описание, как оно работает. Я сбросила линк в чат, кому интересно, можете ознакомиться, почитать. То есть еще один способ контроля, это через такое добровольное приложение. Дальше сейчас у нас был запрос от МВД, чтобы Минздрав передал все данные по больным, включая геолокации и так далее. И тоже, на самом деле, очень интересно. Вчера одобрили это решение, сделали такое публичное заявление. На следующий день было, тоже я не могу сказать, кто именно подал там ходатайство, но суд вынес решение, что это будет нарушение медицинской тайны и запретил передачу данных МВД, что, в принципе, такой интересный кейс. То есть МВД не получит данные о больных, то есть, соответственно, только таким образом через приложение, когда люди самостоятельно делятся, ну и через всякие контроли и так далее. То есть на улицах сейчас тебя могут остановить, спросить, где ты живешь, ты нарушаешь или не нарушаешь карантин. То есть если это 100 метров дальше от дома, то, в принципе, ты нарушаешь. Но, естественно, есть исключения. Исключения будут там для медицинских работников. То есть, ну, в принципе, есть очень-очень-очень большой конкретный список, кто может выходить дальше, чем 100 метров от дома. Ну, как бы, вопрос тоже, а если это 150 метров? То есть, ну, как бы... Ну, то есть, так как я понимаю, что у вас это тоже регулируется законом о чрезвычайном положении, чрезвычайной ситуации. А скажи же, пожалуйста. Интересно, что в отличие от других, у нас ввели срок, что только на 30 дней можно использовать данные пользователей. То есть через 30 дней мне интересно будет, какие будут дальше предпринятые шаги. То есть у государства сейчас есть возможность реализовывать такого рода активность только на протяжении 30 дней. Из них уже три недели прошло. А 30 дней когда истекают у вас? Ну, вот я думаю, что где-то еще полторы недели осталось. Слушай, ну, это интересно. Это, в общем-то, соответствует, наверное, этой концепции ограниченных во времени каких-то мер. И будет любопытно посмотреть действительно, что произойдет, когда этот срок истечет. Ну, или даже если его немного продлят, что будет, когда он весь истечет. Потому что самое главное, чтобы эти данные, конечно, не использовались в дальнейшем против нас. А скажи, пожалуйста, как вообще граждане относятся к этим мерам? Насколько они там воспринимают или против этих мер? Что происходит в обществе? Ну, я бы сказала, что в принципе общество достаточно консолидировано и позитивно настроено. В целом я говорю про светское общество. То есть религиозные пласты, они вообще изначально против любых мер контроля и так далее, и именно в этот момент подключается МВД, которое контролирует, чтобы люди не собирались больше десяти. То есть в принципе у нас не только отслеживание геолокаций, но и количество человек в одном месте. То есть у нас запрещено собираться больше, чем два человека на улице. При этом, чтобы сохранить какие-то демократические устои, они разрешили проводить демонстрации. Ну, то есть демонстрацию они не имеют права закрыть. Я действительно видела, что некоторые люди берут плакаты, собираются больше, чем положено, потому что демонстрации запретить нельзя. Вот. Ну, то есть работает это как-то так. Израиль, конечно, да, очень интересно все это у себя организовал. Мне кажется, меры хоть и достаточно жесткие, но в целом звучит очень все резонно и в соответствии с нормами. То есть ввели закон, 30 дней, все дела. Посмотрим, конечно, да, как это выйдет в дальнейшем. То, что меня удивляет, это масштабы, способы, технологии, потому что на самом деле сейчас технология распознавания лиц, она настолько шагнула вперед, что сейчас уже не имеет значения маски, не маски, очки, не очки. Причем, мне кажется, это такой очень большой прорыв буквально за последний год-два. То есть Китай на своем примере разработал новые алгоритмы, новые механизмы. Соответственно, если раньше ты мог остаться неопознанным, то теперь, в принципе, я уверена, что вот эти технологии, они дальше будут применяться. Да, спасибо большое, Аня, за такую экскурсию, что происходит в Израиле с этими вопросами. Я, наверное, хочу обратиться сейчас к Ирине Байкуловой. Это юрист Гражданской инициативы интернет-политики из Кыргызстана. Насколько я слышала, в Кыргызстане ввели и режим чрезвычайного положения, и комендантский час. Расскажите подробнее, что происходит, как технологии влияют на все эти режимы, и как вы к этому относитесь, как юрист. Добрый вечер, коллеги. Спасибо большое за приглашение к вашему такому онлайн-току интересному. Я тут для себя тоже много чего интересного и в чате, и из выступлений коллег уже услышала. У нас действительно введен режим чрезвычайной ситуации на всей территории Республики с 22 марта, с 25 марта мы живем в режиме ЧП. Это чрезвычайное положение, гораздо более жесткие меры. У нас с 8 вечера до 7 утра комендантский час. Нам всем можно покидать свои дома. У нас закрыто практически все, кроме аптек, продуктовых магазинов, банки, половина отделений, ну и госслужащие. И там, по-моему, какая-то часть, вот по опубликованным данным, старше 60 лет, и еще какая-то категория были отправлены в отпуска. То есть там в министерство, грубо говоря, работают какие-то там дежурные по отделам. Ну, видимо, аппарат правительства работает, премьер говорил, что они круглосуточно. Все остальные, абсолютно все закрыто. Закрыт абсолютно там малый, средний бизнес, то есть абсолютно все. Нам можно выходить из дома только по трем причинам. Это аптека, это в магазин за продуктами, и это в больницу. Ну вот, видимо, в банк. Выходить можно только при наличии маршрутного листа и паспорта. Круг ограничен полтора километра. Если это в угол собаки или домашних питомцев, то там вообще только 100 метров от дома. Я, правда, плохо понимаю, как они будут. Но, видимо, все-таки в маршрутном листе там достаточно большое количество персональных данных указывается. Вот, поэтому таким образом... То есть мы действительно живем последние такие вот две недели, наверное, да, уже, ну, чуть меньше. Ну, две недели в режиме ЧС, и чуть меньше неделю, наверное, мы живем в режиме ЧП. Жесткие такие меры. Что я могу сказать про нас? У нас в Бишкеке тоже есть камеры с функцией распознавания лиц. Софт поставляла китайская компания. У нас есть дата-центр, где эти данные обрабатываются. У нас есть, соответственно, в законодательном плане есть закон об информации персонального характера, о защите персональных данных. и достаточно такой большой пласт подзаконных актов в этом вопросе. Но, тем не менее, что у нас происходит? У нас создан IT-штаб. Это такая группа государственных разработчиков софтверных решений. Пока что из-за того, что, наверное, вот у нас такое гражданское общество, достаточно, вот мы, по крайней мере, достаточно активно работаем с государственными органами в вопросах цифровизации. Пока что только положительные примеры я вам могу перечислить. То есть там подняли несколько чат-ботов в Телеграме, огромный там на огромное количество подписчиков, по-моему, больше 20 тысяч. Телеграм-канал, который говорит несколько площадок, подняли приложение, в котором что-то типа электронный консул, в котором наши соотечественники, находящиеся за рубежом, могут сообщить о том, что они в бедственной ситуации. Есть несколько приложений в Play Market, например, что-то про помощь. Вот я, правда, единственное, оно в тестовом режиме, я его не скачивала, не смотрела, какого характера персональные данные там размещаются. То есть там есть волонтерская часть, где если вы хотите оказать помощь, вы видите, что в вашем районе есть люди, которые нуждаются в каких-то категориях, еда, одежда, продукты. Вы можете помочь и получить их, видимо, персональные данные, как я понимаю, по крайней мере, там адресное место жительства и где это находится. И есть те, кто может запросить такую помощь, включая там медикаменты, то есть кто находится в бедственном положении. Вот такая вот вещь делается. Из отрицательного, что я могу сказать? Например, у нас разработано тоже государственными разработчиками такое приложение, как электронный маршрутный лист. То есть учитывая, что дома, наверное, не у всех есть принтеры и не каждый может распечатывать каждый день при выходе из дома, если таких выходов может быть несколько, и от руки заполнять тоже вроде как. Вроде как айтишники с благих намерений разработали электронный маршрутный лист. Но поскольку там не прикручено, например, согласие на то, что я передаю, нет таких вот базовых штук, мы подозреваем, что, скорее всего, это тоже попытка такая, да, отслеживать. Там нужно оставить номер телефона, свой адрес места жительства, большой там паспортный данный, тебя тут же сверят с базой данных ГРС, если твое место жительства там автоматически из адресного реестра будет подгружено, ты должен указать там, куда ты идешь, по какой причине, но и, соответственно, мы не знаем, как эти данные хранятся, для чего там они обрабатываются, и что с ними дальше делается. У меня, к сожалению, нет статистики о том, сколько таких было доскачено, этих электронных маршрутных листов, и есть факты, что их, например, сотрудники милиции не принимают, когда вот у меня у нас есть чат, где говорят, что если я показываю электронный маршрутный лист, сотрудники милиции, которые патрулируют город, говорят, мы вот этого не понимаем, не признаем, давайте покажите нам, чего и куда, откуда. Второй момент, который, такое же аналогичное приложение с электронным маршрутным листом, у нас есть в приложении смартфоне, один из операторов его дает, но там, по крайней мере, хотя бы согласие какое-то прикручено, но тем не менее, опять же, мы не знаем, данные хранятся на стороне оператора, либо они куда-то дальше передаются. Второй такой отрицательный момент, который сейчас у нас обсуждается в обществе, мне было вот интересно слушать мнение и практику коллег из других стран. У нас депутат предложил опубликовать в открытом доступе персональные данные всех заболевших. Как бы, опять же, для того, чтобы все, кто там их знает, кто с ними мог контактировать и так далее, могли пройти тестирование на коронавирус. И вы знаете, что для меня было интересно, несмотря на то, что вот там, да, мы возмущались, говорили, да, боже мой, как же это так, те, кто занимается защитой персональных данных. Одно из популярных информационных агентств устроило онлайн-голосование на эту тему, и вы знаете, огромное количество проголосовавших абсолютно поддержали эту меру с точки зрения, как бы, защиты себя любимых, а вдруг. Ну, у нас вообще в этом отношении, да, вот еще одна мера, которая тоже нас беспокоит, и которая достаточно, мне кажется, беспрецедентна и злонамеренно, что ли, используется. У нас очень, вот с момента вспышки пандемии, с момента обострения ситуации с COVID, у нас очень заработали активно правоохранительные органы, Комитет национальной безопасности в плане выявления так называемых фейков. То есть там прям вот скринят огромное количество, я не знаю, каким образом, вручную, либо у них уже появились какие-то инструменты для онлайн-скрининга сетей, но буквально практически каждый день публикуется информация о том, что сотрудники ГКНБ задержали очередного распространителя фейка. Вот у нас, например, некоторые правозащитные сайты даже вот, например, из последних задержаний задержали за распространение фейка человека, который сообщил о том, что, чтобы пересечь границу, город закрыт, как вы понимаете, Бишкек, стоят блокпосты, стоят военные, и для того, чтобы пересечь, нужно заплатить там какую-то сумму, 200 сомов. И вот за то, что он это написал, сказали, нет, этого быть не может, это не так, этого человека вроде как арестовали, очень интересную меру воздействия придумали для таких граждан, это публичное, попросил публичное прощение у народа. Я не знаю, что это за мера воздействия, каким кодексом они руководствуются, где это предусмотрено, перед кем, кто был лицом народа, видимо, тот же сотрудник следователь ГКНБ, который его задерживал. Вот это немножко тревожная ситуация. И плюс еще на фоне ЧП парламент буквально вчера принял большой пакет изменений законодательства, то есть мы идем абсолютно в такой, знаете, в российских, скажем так, трендах. С отставанием на день-два мы пытаемся повторить, ну, учитывая, конечно, уровень развития технологий, все то, что происходит в больших государствах в Казахстане, в России, как там действуют. У нас был принят пакет изменений законодательства, предусматривающий усиление ответственности, штрафы для нарушения карантина. Например, у нас за появление без маски в общественном месте, за выход на улицу, грубо говоря, без маски, там штраф тысяча сом, это чуть больше 10 долларов. Или, например, за, вот есть такой интересный факт, например, за нарушение правопорядка в режиме ЧП, которым относится опубликование недостоверной информации, тоже введен штраф там от 70 до 200 долларов. То есть вот такая вот ситуация происходит, но мне кажется, что сейчас вот у нас нет таких вот явных, прям больших, наверное, это связано с уровнем, наверное, цифровизации, во-первых, потому что мы, наверное, только начинаем шагать, конечно, мы до Москвы, до Астаны, скажем, прямо в плане вот именно построения информационных штук, наверное, далековато. Второй момент. У нас все-таки всего 116 за вот это все время, 116 людей, заразившихся коронавирусом, находящихся там в активной стадии. Там около 10 тысяч, конечно, контактных, те, которые тоже наблюдаются, те, кто на обсервации, те, кто близко общался. Но вот из вот этих 116 всего 8 находятся в столице. А именно здесь средоточение, да, скажем так, и IT-мозгов, и IT-решений, и тех же камер с распознаванием лиц. Возможно, когда ситуация будет меняться каким-то образом, и число заболевших будет концентрироваться в большей степени в столице, и тогда, наверное, и появятся вот эти, да, аппетиты у государства внедрять понимание, а что дает цифра. Не только ведь, если я могу нарисовать, кому нужна помощь, и каким-то образом адресно это все на карте, то что мне мешает сделать там смарт-бишкек, по примеру, смарт-астаны. Уже говорят, вот в правозащитном сообществе есть информация, я, правда, не проверяла, опять же, ее на достоверность, но говорят, что МВД инициирует законопроект в парламенте в срочном порядке о передаче данных геолокаций больных коронавирусом для того, чтобы они могли их каким-то образом тоже использовать. Вот, но я не уверена, то есть на сайте парламента в открытых источниках это не опубликовано, на сайте правительства нет. Нас немножко пугает, что вот ситуации ЧП и ЧС, они в ускоренном порядке, сразу в трех чтениях, без общественного обсуждения, в ускоренном порядке процедурные какие-то вещи меняют, говоря о срочности, о необходимости, о принятии там неотложных мер и так далее. Вот немножко, если честно, эта ситуация пугает, как она будет дальше развиваться. Ну и второй положительный момент, который, наверное, сейчас такой с осторожностью, что ли, все чиновники подходят к вообще вопросу персональных данных, их использования неправомерного, это, мне кажется, все-таки заслуга вот нашего правозащитного сообщества, потому что вот в течение достаточно долгого времени мы требовали, то есть мы такой, скажем так, ситуация с полного отрицания, да кому нужны ваши персональные данные, да кому нужен ваш уполномоченный орган, да зачем этот закон, и то есть вообще вот просто вот берите все, прослушка, окей, контроль, окей, вообще без проблем. То сейчас немножко обратная ситуация, то есть такого вот абсолютного неприятия к вопросу, боже, боже, не дай бог это трогать, господи, а можем ли мы вообще в принципе публиковать, то есть там даже звонят экспертам, юристам, правозащитникам, кто занимается вопросами защиты персональных данных, с вопросами, а можем ли мы в принципе это делать, а что это нарушает, а на какую статью закона смотреть и так далее. То есть такое сейчас вот есть, в результате того, что было, наверное, несколько процессов, в которых обсуждался вопрос законности, например, биометрической регистрации на выборы, были процессы по обязыванию создания уполномоченного государственного органа по защите персональных данных, несколько больших таких крупных мероприятий, там круглых столов с участием правительства. Видимо, вот такое, знаете, боязнь неосторожная, что ли, пока что отношение к внедрению таких вот цифровых штук, которые позволят там следить, то есть нет вот этой вот оголтелой, вот мы сейчас вот прям вот шашки на голову и будем делать все, что хотим. Такое, знаете, немножко осторожно, а каково будет восприятие. Но вот я думала, что это только мы такие граждане, я имею в виду поддерживающие вопросы цифровой слежки и внедрения таких штук, аплодирующие любым вещам, связанным с опубликованием, что это надо делать и так далее. Оказывается, это, судя по выступлениям коллег, не только наш тренд, это, видимо, во многих странах, кто проходит по той же траектории. Да, спасибо большое, Ирина, за такой подробный экскурс. На самом деле я, например, нигде не слышала про электронные маршрутные британцы. Это, мне кажется, очень прикольно, ну, как прикольно с моей стороны, но вы правы, что решение, там, принтеров в каждом доме не всегда удобное, поэтому электронные штуки гораздо удобнее. Ну, и то, что люди, в принципе, тоже поддерживают все эти ограничения, это наблюдается везде действительно. И там, где раньше было «нет-нет, не трогайте меня, не трогайте мои персональные данные», сейчас с большего люди такие «да-да, конечно, без проблем, у нас же сложная ситуация». Главное, чтобы потом все это, конечно, пришло в порядок и вернулось в границы прав человека. Сейчас я, наверное, хотела бы спросить у нашего следующего дорогого эксперта из страны, где происходит все больше и больше, из России, Саркис Дарбинян. Россия долгое время, наверное, как и Беларусь какое-то время и все еще, отрицала какие-либо меры по коронавирусу, по защите, и вот последнюю неделю оно все так нарастает, нарастает, развивается, как снежный ком. Саркис, расскажи, что происходит, как вообще со всем этим вы живете там? Между всего, здравствуйте, дорогие мои все друзья и коллеги. Всех вас рад видеть. Я не к началу подсоединился, но Юру послушал про Киргизию, интересный опыт. И у нас только что этот первый отыгрался, вот буквально, наверное, полчаса назад он там свою речь оттарабанил. Я его месседжи все понял. То есть, говорят, и, судя по всему, это правда. Путин считает, что ему ЧП испортит рейтинги, поэтому никакого ЧП не будет. И мне с того карантина ни разу не произнес. И все это в режиме, типа, все будут делать, все местным властям сейчас надо поддается. И местные власти начали жестить, кто так может. То есть, мы там уже видели возможности чеченских товарищей с резиновыми дубинками. Где-то там не пускают, где-то, короче, менты уже распоясались. У нас в Москве своя история веселая достаточно. То есть, они сейчас пытаются, наверное, всех направить на путь опознания, самодисциплины, но при этом надо как-то всех подтолкнуть и немножко подкошмаривают. И сегодня у меня в лифте вот наклейку наклеили, что типа запрещено, причем, перемещение по городу. Хотя, с точки зрения сейчас российского закона, это очень странно. Ограничение конституционных прав с мэром Москвы. С чего это? Конечно, это не запрещено. Это рекомендуется. И там же они пишут, что сейчас ведется работа по созданию умного наглюдения. Никто ничего не говорит, что за умное наглюдение. Есть какие-то слухи от предсеки Собянина, собственно, Минсустры там чего-то готовят. Но, судя по всему, то, чтобы на днях мы поняли, как они хотят следить с помощью онлайн-наблюдения. Я всего лишь хотел понять, как они будут заставлять людей устанавливать это приложение дырявое, которое вот оно там появилось, исчезло уже на той маркете. А, судя по всему, к людям, которые подозреваются в контактах, либо в том, что является носителем вируса, будет приходить домой. И предлагать им поехать при наличии мест на 14-дневный дат карантин. И дадут им условия. Не хочешь ехать на карантин, вот тебе приложение. Устанавливай его, нажми на кнопочку «Соглашайся к доступу по всему учению возможности вообще в этой жизни». И таким образом они получают законное согласие на обработку всех данных человека и задевают на него такой-то правой браслет. Вот, судя по всему, к этому нам надо готовиться в ближайшее время. Начали туда только те, которые, наверное, по-теке решили, а может быть, из-за отсутствия вариантов, да, когда пришли люди домой, установить это приложение. Ну, а дальше, я думаю, что больно выдумать из тетра. И мы видим много чего интересного даже в дальнейшем разработке этой истории. Ну, и, конечно, и QR-коды, которые мы ждем, потому что непонятно, что это вообще такое, да. Понятно, что это идентификатор, который должен куда-то везти, куда везти, то, что там должен в этой базе устранить, ничего не понятно. Были разговоры по сливу, соответственно, данных от банков и от мобильных операторов. От банков, скорее всего, слива не будет, потому что банки сказали, что они не готовят, поэтому это сами по себе. Но мобильные операторы, если, допустим, эту информацию будут сливать, здесь, конечно, меня пугает, что это будет не, как там в США или Европе, да, массив, не персиметрованных данных, это будут конкретные данные, конкретных лиц, которых потом будет кошмарить, страховать, они делать, что хотят. Поэтому ситуация на сегодняшний день такая, она, судя по тому, что президент стал продвиться минимум до 30 апреля, и мы готовимся наблюдать тот призыв, который сейчас будет в спешке делать Московская мэрия. Возможно, кстати, но это во мне не будет сейчас менять и законодательство, потому что я немножко порой, что в нашем законодательстве, в том числе и в законодательстве о чрезвычайном положении, которое в 2001 году там было принято, непонятно, что 20 лет назад никто не думал про технологию распознавания лиц, про геолокационные данные, дегдации, тому прочее. И непонятно, что с этим делать, потому что даже введение ЧП по сути не дает никаких страх, да, они должны быть четко описаны, как субыры, контроля, надзора, сбора. Этого ничего нет. Вот, поэтому сейчас, я думаю, будет активная очень работа. Мы, не знаю, кто-то из коллег, наверное, видел, запустил этот ресурс с нашими друзьями, да, из солнечного города Минска. И мы будем сейчас мониторить все ситуации, связанные с нарушениями. С вашей помощью мы бы хотели, конечно, получать больше информации из регионов касательно нарушения цифровых свобод. Мы сейчас пишем про цифровую свободу, да, при этом все это, вот, в случае федервера, шотдаина, там, я не знаю, онлайн-слежки. Но, судя по всему, нам надо говорить не только о цифровых правах, еще с коллегами говорю, что надо расширять вообще права чека, потому что право на свободе передвижения, очевидно, очень важное право, и по нему есть огромное количество вопросов, кто и как будет реализовывать, контролировать это передвижение и так далее. Вот, и я вас спрашиваю, да, рассмотреть возможность участия в проекте. То есть мы хотим сделать такой большой оперативный штаб, чтобы выкладывать и контент по региону, и аналитические материалы, читать инциденты, и в том числе оказывать юридическую помощь тем, кто реально пострадал. Вот у меня пока таких заявителей нет, но мы вот только заявили, там, мы вот все сделали, сейчас собираем заявку, там, потому что мэрия Москвы уже там читала, что они 500 чуваков взяли, которые нарушили режим, и якобы взяли как раз с помощью подъезда в камеру. Мы про эти случаи ничего не знаем, как это из заявления мэрии, но нам надо эти случаи собирать. Эти случаи явно происходят во всех регионах. Мне кажется, важно собирать сейчас эти заявки. Максимально, ну, сколько посильнее оказать юридическую помощь, где-то сделать, может быть, интересные кейсы, если нет, хотя бы проконсультироваться в личном пути, что происходит в обысках и взаимном, после того, что никто не перепонимает. И, конечно, вот это вот, вроде информации много, но информации мало конкретной, правдивой, и та, которая поможет. И в этом плане, нет, у нашего задачи, наверное, правозащитников работать в этом направлении. Да, спасибо большое, Саркис. Да, как уже сказал Саркис, вот сегодня мы, мы, Роском Свобода, вместе выкатили этот инструмент международный. Посмотрите, вот там сейчас Алексей скинул в чатик ссылочку на эту карту интерактивную, и мы хотим привлечь как можно больше партнеров из разных регионов, которые смогут помочь нам отслеживать, какие ограничения вводятся в страны. И одна из важных целей и функций этой карты это посмотреть, что в итоге будет потом, когда пандемия, карантин, режим ЦЧС в странах закончится, откатятся ли эти все ограничения обратно, потому что это действительно критично важно. Правильно я понимаю, Саркис, что на данном этапе то есть все то, что уже происходит в России, распознавание лиц, наблюдение по камерам, отслеживание через мобильных операторов, оно не имеет под собой еще никакого законного основания, то есть нет закона, который это регулирует, кроме, возможно, какого-то закона персональной данной. Да, закон есть, закон прямо говорит, что обработка биометрических данных допускается в согласии, кроме целей, которые там указаны в законе исключения. И там такой цели, как борьба с эпидемией, нет, да, при этом это не мешает его, собственно, использовать. И они об этом прямо говорят, мне кажется, это прямое нарушение действующего закона. И, да, вот по этому ресурсу, коллеги, я думаю, что, прежде всего, самое важное, чтобы понимать, как и что мы делаем, я бы хотел, чтобы мы сделали декларацию какую-то, мы же используем на работе наших коллег, в плане обеспечения законности, да, и чего мы вообще хотим от всех этих практик, связанных с свободой информации, с ослежением, с ограничением прав. И я бы предложил эту декларацию сделать такую короткую, чтобы все мы могли ее поддержать, да, и опираться на принципы, которые мы изложены в дальнейшей нашей работе. Да, супер, спасибо большое, Саркиз. Я думаю, это, да, очень хорошая идея, будем набирать больше партнеров и делать эту достаточно транспарентную и понятную прозрачную карту. А скажи, пожалуйста, еще, Саркиз, один вопрос. А как вообще граждане насколько поддерживают все эти ограничения, которые происходят? Ну и как вы, как правозащитная организация, к ним относитесь? Ну, понятно, что ограничения это не очень хорошо, но есть ли у вас какие-то рекомендации, как-то вы общаетесь с законодателями, я не знаю, по этому вопросу, чтобы это было более правильно организовано, условно? Ну, я вон там в фейсбуке написал там постец один, и мне было интересно пощупать, что там говорят юзеры, филосовые, юристы, там некоторые адвокаты, да, тревожное состояние, вот сейчас под шумок можно, конечно, всех раком поставить, и все скажут, что ну да, ну вот это бы вымышленная мера, поэтому я вот сторонник того, что должно быть все законно и прозрачно, здесь в России я стою на том, что если нет режима ЧП, то не надо людям пудрить голову, да, русские люди не скоты, не надо их спрашать, им надо дать нормальную информацию, объяснить и рассказать, и на самом деле сейчас выйдешь, ну на самом деле люди дисциплинированы, но нарушение прав, оно конечно будет сейчас массовое, мы конечно боимся, что это все останется, но людям это объясняем, и нас кто-то слышит, ну конечно, общее состояние социума, сейчас такое тревожное, насколько тревожное, что они не могут какие-то аргументы адекватно воспринимать, им надо работать, им надо, наверное, но рабочая продвижность, она и имеет смысл, вопрос приватности становится еще актуальнее и актуальнее. Да, я согласна с тобой полностью, вот в Беларуси карантина нет, режим АЧС нет, ничего нет, но хотя с другой стороны особо ограничений нет на данный момент, но это то, чего мы тоже все хотим и требуем, и просим, и делаем запросы, это транспарентности ситуации, чтобы нам объясняли, что происходит, как с этим работает государство, что должны и могут делать люди, то есть это, наверное, основной такой запрос. А сейчас я бы, наверное, хотела посмотреть вопросы, которые нам оставляли при регистрации, потому что там были разные интересные вопросы, и по возможности подключайтесь, наши эксперты, кто хочет ответить, будем рады услышать ответы. Итак, те, кто получили опыт госпитализации во время эпидемии, имеют ли право делиться информацией об этом опыте? Леша, может быть, ты что-то сможешь сказать по этому вопросу? Ну да, это достаточно простой вопрос, потому что, ну если говорить, ну здесь мы как сталкиваемся с вопросами врачебной тайны, но врачебная тайна работает примерно так, что, то есть врачи и, собственно, какие-то официальные лица, которые получили по долгу службы эту информацию, они не имеют права делиться этой информацией. А в то же время люди, которые ну чей это диагноз, они могут рассказывать о том, чем они болеют, это ничем не запрещено. Я не слышал, ну в общем, в Беларуси разные слухи ходят о том, что некоторых людей просят там и даже берут подписки о том, чтобы они не рассказывали, что с ними происходило в больницах, какой диагноз им ставили, но опять же, вот такие требования не основаны на законе. Спасибо большое. Есть вопрос, наверное, для Саркиса, да, пока ты с нами. Вопрос был из Москвы. Ответь на что сможет. Насколько законно не переводить сотрудников на дистанционную систему работы, если организация не входит в список? Насколько законно прекращать дистанционное обучение? И обязательно ли каротин в СИЗО? И что делать, если нет морковской прописки и регистрации, но проживаю в Москве? Это все в одном вопросе и про СИЗО, и про... Да, да, это все было в одном. Господи, подожди еще раз. Давай начнем сначала. Насколько законно не переводить сотрудников на дистанционную систему работы, если организация не входит в список? Наверное, какой-то список мэра? Да, да, они сейчас регулируют это законодательством Москвы и КУАПом, да, но там надо понимать, что ответственность поступает только в случае реально там заражения и еще кого-то. Пока практики нарушения за трудовое законодательство не было, это, скорее всего, рекомендационный характер имеет, и люди, кто надо, тот работает, скажем так, да, хотя просто многие компании приняли смысл обязательное решение перевести большинство на дистанционную систему, но, опять же, это не является прям обязательным требованием, за которое сейчас могут наслабить. Ну да, то есть это рекомендация, поэтому абсолютно все законно. Но я думаю, что примерно такой же ответ будет на законно или прекращать дистанционное обучение, каждый принимает решение для себя, потому что нет каких-то законов. Ну, с дистанционным обучением это же договор, договор оказания услуг, потому что сейчас такая ситуация, что надо читать внимательно договор. У некоторых есть условия, что там эпидемии могут входит в курс-проснажерных обстоятельств, и, соответственно, обязательства договора по этим причинам могут быть либо отложены, да, либо вообще отменены. Ну, это как бы вопрос договорного права, скорее. Обязательно ли карантин в СИЗО? Я не знаю. У нас призыв был армейцев, вам показали недавно, там, тысячи армейцев, призыв идет. Ну, да, я единственное, что знаю, так как немного работаю с политзаключенными, что никаких обязательных карантинов нет, особенно потому, что нет никакого распоряжения правительства о том, что там чрезвычайная ситуация или режим ЧП или чего-то, и сейчас СИЗО, ну, их не переводят в карантин, там, запрещают, ограничивают свидания с родственниками, с адвокатами встречи, но не более того. Вот, Саркис, еще вопрос, что делать, если нет московской прописки регистрации, но проживая в Москве уже более 10 лет? Это, видимо, связано с местом карантина или что-то такое? Прости, Да, что делать, если нет московской прописки регистрации, но проживая в Москве уже более 10 лет? Там как-то ограничивают по месту жительства, ты должен послужить на карантин? у нас надо точно понимать, у нас не введен режим обязательного карантина, у нас нет комендантского часа, как такового, у нас нет чрезвычайного происшествия, у нас есть особые обстоятельства, которые отметят президенты, которые сейчас там кто как может исполняются московскими властями. Никакого запрета на въезд и выезд из города тоже не подосмотрят. Да, я поняла, спасибо. И скажи, еще тут вопрос задавал Александр про приложение, приложение, о котором ты рассказывал. Почему его требуют установить? Разве у них нет возможности следить с помощью данных операторов? Ну, это мало. Они только от операторов геолокационные данные получат. Они же хотят намного больше а приложение имеет доступ ко всей вашей медицине, сердцебелению, доступ к контактам, видеокамере, микрофону и всему остальному. Да, логично. Это к нашим телевизорам. Логично. Я поняла, Саркиз. Спасибо тебе большое. Вопрос следующий, Алексей, наверное, будет для тебя. Если человек известная личность, могут ли по нему после смерти обнародовать информацию о диагнозах? И почему? Потому что это общественный интерес? Ну, значит, у нас есть... Ну, во-первых, у нас сейчас такой типа международный контекст, поэтому нужно понимать, что есть разное законодательство в разных странах. К примеру, в Беларуси не делается вообще никакой разницы между публичной личностью и каким-то простым человеком. И поэтому информация личного характера публиковаться может быть только с разрешения этого человека. Ну, соответственно, если в случае смерти, то эта информация публикуется с разрешения родственников. Если говорить про такой, ну, скажем, международный контекст, там, те же подходы Европейского суда по правам человека, то есть, конечно же, такое понятие, как общественный интерес. И иногда общественный интерес в раскрытии информации будет выше, чем как раз-таки в ее охране. И в том числе это иногда работает в случае с частной жизнью. Есть практика Европейского суда по правам человека, в которой есть случаи, когда, опять же, частная жизнь политика либо частная жизнь известной какой-то известной личности будет пользоваться меньшей охраной и, например, информация о здоровье может быть вполне легитимно раскрыта. То есть, это не будет нарушением законодательства. то есть, вот такая ситуация. Опять же, в разных странах есть немного разные подходы к этому вопросу. Спасибо, Алексей. Есть интересный такой вопрос подключения 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 к камере ноутбука сотрудника для контроля дисциплины при дистанционной работе. Как оформить и законно ли, возможно ли, технически легальным софтом? Знает ли кто-то что-то про этот вопрос? Может быть, саркист может добавить по России? вообще, это распространенная практика контроля сотрудников, которые работают удаленно, либо там фрилансеров и так далее. То есть, когда на компьютер, либо корпоративный компьютер или девайс устанавливаются специальные приложения трекинговые, которые отслеживают, например, там, время, время работы, там, приложение открытое, какие-то сообщения, через мессенджеры, через почту и так далее. То есть, это вполне нормальная практика, но при определенных условиях. То есть, во-первых, это должно быть прямо прописано в каком-то трудовом контракте, либо в контракте с этим лицом, если это не трудовые отношения. Во-вторых, сотрудник должен понимать, четко осознавать вообще, то есть, какие именно формы слежки применяются. То есть, это не может быть тайной слежкой. Если это слежка без предупреждения сотрудника, то это, например, по белорусскому законодательству, это уголовное деяние, то есть, это сбор информации о частной жизни. И, да, здесь главное хорошо это грамотно оформить, оформляется это, опять же, через либо трудовой контракт, либо через какой-то контракт на оказание услуг, там, где прописываются все эти меры, ну и, соответственно, программы, которые устанавливаются, они устанавливаются явно, в явном виде, ну, то есть, сотрудник имеет возможность знать, какая именно его активность отслеживается. Спасибо большое. Тогда следующий вопрос. Правовые основания и последствия для введения средств в слежение, возможности и обжалования сейчас, возможности обжалования сейчас и потом, и возможности гражданского общества, гражданского контроля за введением и использованием средств в слежение. Ну, я думаю, что одна из возможностей гражданского контроля, это вот тот инструмент, о котором мы сегодня уже сказали с Аркисом, да, это вот какая-то карта нарушений, отслеживания правозащитными общественными организациями в регионах того, что происходит. Опять же, как сказал уже Аркис, Роскомсвобода в России будет помогать бороться в случае нарушения каких-то конкретных прав. Я думаю, что организации в регионах, которые занимаются защитой прав человека, тоже могут включаться в эти юридические аспекты. Ну, плюс, кроме того, что правозащитная часть, тут еще есть абсолютно юридическая часть, то есть, если в законе не прописаны какие-то соглашения, режимы ЧС и так далее, то все это может обосновываться исключительно юридическая часть, что вы приходите говорить, что мои права нарушаются. Не то, что права человека, а в принципе нарушается закон страны. И это можно в обычном порядке судебно. Может быть, Сергей хочет что-то добавить по этому или нет? Нет. Окей. Включить звук. Включить звук. Sorry. Я, да, я на самом деле за то, чтобы судиться. Вот. И сейчас мы будем, я думаю, целую компанию создавать и возможность пользователям присоединиться к групповым искам, потому что это то, что важно делать. Пускай мы пройдем там все круги адонациональных судов, всех инстанций, но этот вопрос мы сможем вынести на повестку международных судов, потому что будет множество нарушений, они уже есть, мы их фиксируем, и нарушения надо фиксировать в судебном порядке. За это я вот уверен, и все-таки решение международных судов, как бы некоторые государства не хотели там их не исполнять, они формируют практику дальнейшую, да, поэтому это очень важно делать, и где-то есть просто возможность групповых исков, где-то нет, но есть возможность, по крайней мере, так называемых многопользовательских исков, когда много граждан подписывают доисковые заявления, сейчас разные тоже у нас у всех возможности по использованию ЦП для электронной подачи, но мне кажется, вот важно использовать этот ресурс тоже, потому что кроме адвокации, обучения, там, информирования, должно запускать юридические процессы для того, чтобы, по крайней мере, выносить уже на какой-то более высокий уровень вопросы, связанные там с вот этим самым балансом интересов, потому что, ну, глупо ожидать, что корпорации или там госорганы заинтересованы в поиске этого баланса, да, и будут его там обеспечивать, вот, поэтому, да, мне кажется, мы скоро это начнем здесь делать в России, в принципе, уже начали, если сейчас есть какие-то уже случаи, нарушения, просим заявлять, и мы сейчас думаем о предмете именно коллективной жалобы, которая будет, потому что, вот, два сейчас тонких аспекта для нас использования технологии распознавания лиц уже в целях борьбы с пандемией, и, и второе, это получение данных через приложение, которое сейчас будет устанавливаться, и мы будем, конечно, активно мониторить эту практику. Супер, спасибо за разъяснение. Я вижу, что у Ани есть вопрос. Аня? У меня, я просто хотела комментарий добавить и пример, что это очень важно делать вовремя, как у нас, например, объявили, что МВД будет получать данные от Министерства здравоохранения, а больных был подан иск, и буквально в течение 24-х часов суд вынес решение о том, что это нарушает медицинскую тайну, несмотря на то, что сейчас введен в Израиле режим чрезвычайного положения, и суд запретил передачу данных МВД. В принципе, это очень классная реакция за 24 часа, если другие страны не будут это делать, представители гражданского общества, сообщества, то есть просто можно упустить момент. Это вот такой прецедент, который у нас случился буквально на этой неделе. Да, супер, спасибо большое за комментарий, это действительно крутой пример в Израиле, как одно министерство другому запретило, в смысле суд запретил министерству использовать какие-то данные, да, к сожалению, наверное, не часто такое случается. Дорогие друзья, если у кого-то есть вопрос, вы можете написать его в чатик, либо поднять руку, и мы вас включим, ну, в смысле, поднять руку в приложении, и мы вас включим онлайн. Пока что я продолжу по тем вопросам, которые у нас есть. Наверное, Руслан, вопрос к тебе. Рассмотрение закона о мирных собраниях во время режима ЧП в Казахстане без участия общественности. Правовой аспект вопроса. Как этому противостоять? Есть ли у тебя какой-то ответ на это? Я хотел бы, во-первых, дополнить своих коллег. Саркиз, привет! Относительно. Ну, во-первых, действительно, вопрос о соблюдении законности при реализации мер и временных ограничений во время чрезвычайного положения действительно стоит очень остро. и я считаю, что, конечно, все методы хороши, но очень важны. Я думаю, что ссылаясь на международную практику, ссылаясь на лучшие страновые практики, говорить о тех пределах ограничений, потому что они существуют. И, конечно, используя при этом уже имеющиеся правовые механизмы, на самом деле, они есть, пускай они не идеальные. И возвращаясь опять-таки к обработке персональных данных, то есть внимание властей уделять относительно того же процессу обезличивания при обработке. Что касается закона о мирных собраниях, то есть вопрос состоял. Можно еще раз вопрос? Да, минутку. Смотри. Рассмотрение закона о мирных собраниях. ужесточения закона во время режима ЧП в Казахстане без участия общественности. Правовой аспект этого вопроса и как этому противостоять? Мы понимаем, что есть специальная процедура законотворческая и, как я понимаю, то есть общественное обсуждение, то есть вовлечение гражданского сектора, конечно, все это обязательно. И я даже знаю уже определенные инициативы относительно того, чтобы рассмотрение любых общественно-значимых законопроектов должно быть как минимум приостановлено до окончания чрезвычайного положения. То есть я тоже придерживаюсь этого мнения, потому что, действительно, сидя дома, не имея возможности контакта, опять-таки, с теми же гослицами и так далее, я уверен, что все те рабочие группы, все те заседания, которые происходят в недрах министерства при рассмотрении любого нормативного права акта, то есть это очень важно, и отдавать все на откуп нашим многоуважаемым законодателям, конечно, было бы как минимум с нашей стороны неправильно. Так что я придерживаюсь по позиции, что надо все-таки пока, во время, по крайней мере, чрезвычайной ситуации, то есть этот месяц, два, сколько это будет отложить рассмотрение, кроме, я не знаю, каких-то внутренних актов. Да, спасибо, тут Татьяна пишет, что по мирным собраниям, если нужен ответ по правовым обознаваниям, могу ответить, если нужно. Давайте, Татьяна, если можете коротко рассказать, а я вас сейчас включу звук. Здравствуйте, коллеги. Действительно, чтобы было интересно не только казахстанцам, а остальным участникам, в последних руководящих принципах по свободе мирных собраний БДИПЧОБСЕ и Венецианской комиссии, которые были приняты в июле 2019 года, есть отдельный пункт по необходимости общественного участия в обсуждении новых ли законопроектов или внесения поправок в прежние. И там вот как раз оговаривается нарочно и отдельно важность общественного участия в таком обсуждении, что обсуждение должно быть транспарентным, доступным, и что власти должны изыскивать возможности для привлечения как можно более широкого круга заинтересованных лиц. То есть вот этот документ и также есть еще документ также ОБСЕ по участию общественных объединений, как он называется, в деятельности по принятию общественно важных решений или государственных решений, не помню точно название. И там тоже написано, что если есть необходимость принятия закона в чрезвычайном порядке или в экстренном порядке, в ускоренном порядке, то это все должно подвергаться изучению. И то есть общее правило, что без общественного участия никакие законы, особенно которые касаются такого важного права, как свободы мирных собраний, не могут приниматься. И действительно требования сейчас в Казахстане гражданского общества, которое успешно игнорируется нашим парламентом, законопроект продолжает рассматриваться. Требования, как Руслан сказал, отложить до снятия режима чрезвычайного положения. Вот. Спасибо большое, Татьяна. Да, мне кажется, это самое логичное. Жалко, что не факт, что нас услышат. Тут в чате спрашивали, немного не в курсе, а конкретно чрезвычайная ситуация в РФ введена? Нет, не введена. Дальше. Вопрос был про использование компаний. Телеграм, например, в борьбе с коронавирусом, различными фейков, использование мессенджера для взаимодействия с правительством. Соцсети и мессенджер становятся основным инструментом в этом направлении. Я думаю, вопрос достаточно простой. Да, давно соцсети, мне кажется, уже становятся таким инструментом. И госслужащие, госсервисы, разные министерства приходят в мессенджеры, в соцсети, чтобы быстрее общаться. Где-то это происходит быстрее, где-то это происходит медленнее. Например, имеет свою страничку в соцсети. В Беларуси, например, поменьше всего этого есть. Но в целом, я думаю, это очень клево, что действительно этот инструмент становится популярным. Я вижу, что Алексей хочет что-то сказать. Алексей, слушаем. Да, я снова со своим международным правом. Ну и в целом, хотелось бы сказать, что если обычно как правозащитники мы говорим, что ответственность за соблюдение прав человека, в том числе там право на информацию, свободу информации лежит в первую очередь на государстве, то в последнее время мы относительно платформ мы все чаще и чаще говорим, что крупный бизнес, интернет-платформы, интернет-гиганты должны также нести ответственность в сфере прав человека. И в том числе интернет-платформы должны нести ответственность за ту недостоверную информацию, которая распространяется внутри платформы и вводить определенные инструменты отслеживания, фейковой информации и так далее. В общем, скорее всего, только так мы сможем избежать очень серьезного регулирования государством информации, вообще деятельности интернет-платформ, чего бы нам очень не хотелось, потому что как только туда придет государство с жестким регулированием, о свободе слова придется забыть надолго. Да, спасибо, Алексей. Ну что же, если у кого нет вопросов в чате, я думаю, что мы можем потихонечку подводить к итогу, к завершению наш ток. Я бы хотела сделать это, наверное, последним вопросом. Возможно, наши эксперты, которые принимали участие в разговоре, смогут ответить на него со своей стороны, со своей точки зрения, потому что вопрос непростой. Кто будет отвечать перед населением в случае большого количества смертей от вируса? Те, кто не ввел карантин, тогда кто это? Может быть, у кого-то есть ответ. Кажется, никто не готовится. Не, не, мне всегда нравится, когда пытаются призвать кого-то к ответственности за вещи, связанные с катастрофами, с эпидемиями. Но что тут надо-то сказать, что мы все ответственные люди, мы должны все принять ответственные меры, и не надо никого винить, надо, наверное, сообщать, сделать так, чтобы этих жертв стало меньше. Они в любом случае неизбежны. Но мы можем сделать так, что их станет меньше, и при этом мы сохраним достоинство людей. Я, наверное, так отвечу. Супер, спасибо, Саркиз. Ирина Байкулова? Я не знаю, кто будет ответственнее, но вот у нас, еще раз повторю, у нас в Киргизии 116 сейчас случаев заболевания, то есть прирост примерно 3-5 человек каждые сутки. У нас введены жесточайшие меры, еще раз повторю, у нас сейчас просто во всех мессенджерах, во всех социальных сетях люди настолько вот страдают от того, что, знаете, как в том фильме, в каком-то старом про бандитов, наши дела плохи. Почему? Потому что и бабло кончается, и работы нет. Вот у нас огромное количество населения не только в Бишкеке, по всей стране находится как раз в этой ситуации. То есть у меня ощущение обратное, что они призовут ли в последующем к ответу профильные ведомства, которые вот столь жесткие ограничения и меры ввели, насколько они будут оправданы, тем, что после, то есть есть ощущение, что выход из ситуации с эпидемией коронавируса у нас в стране будет настолько тяжелым, болезненным, экономический и так далее, что и причем наше правительство говорит ведь о том, что мы не настолько богаты, как в России, в Казахстане, в Турции, мы не готовы оказывать там, да, как в России беспрецедентную поддержку тем, кто теряет работу, тех, кого увольняют и поддерживать тех, кто вот в принципе у нас огромное количество людей, которые жили просто с заработком одного дня, вот он там мыл машины или там убирал где-то, зарабатывал эти деньги или там работал грузчиком, вот что с ними теперь? И вот как раз-таки обратная ситуация, мне кажется, что насколько оправданы настолько жесткие меры, хотя, наверное, оправданы, потому что вот по статистике, чтобы не войти вот в этот экспоненциальный рост, хотя, может быть, у нас еще все впереди, но наиболее успешные страны, которые принимают жесткие меры с самого начала, они где-то там в середине эпидемии и так далее, но то, что у нас экономические ситуации, там выпадение огромных средств из государственного бюджета, у нас огромный рост безработицы, у нас огромное количество людей осталось просто без средств существования, почему и поднимаются эти все волонтерские движения и приложения запиливаются для того, чтобы вот можно было помогать, там в Телеграме огромное количество чатов, куда все это можно сделать, но просто вот, а кто будет отвечать за то, что эти меры действительно были оправданы, столь жесткие меры с комендантским часом, с закрытием абсолютно всего бизнеса, и они реально ведут к сокращению там распространения, кто это будет оценивать, тоже, наверное, вопрос риторический. Да, спасибо большое, действительно хороший, хороший вопрос, я думаю, что только время покажет, насколько все эти меры были оправданными, и время, как говорится, нас рассудит. Да, Алексей хочет что-то сказать, давайте. Яночка, можно я добавлю перед Алексеем? Давай. Я просто хотела в дополнение к Ирине сказать, что на самом деле важно понимать, что мы, как юристы, как правозащитники, мы можем фиксировать данные, то есть здесь не вопрос, хорошо карантин или плохо карантин, какие меры хорошо-жесткие, или нам важно фиксировать факты для того, чтобы была какая-то аналитика и обзор такой ситуации где-то юридически грамотно выдержанный, потому что очень много спекуляций, к чему это ведет, как, то есть это какое-то экспертное мнение, оно может быть медицинское, биологическое и так далее. Что мы можем делать? Мы можем фиксировать именно нарушение прав, и это может быть связано не только с нарушением, там, не знаю, прав пациентов и так далее, но дальше это могут быть какие-то социально-экономические права, то есть мы посмотрим, как будет развиваться ситуация, что в том же Израиле сейчас около миллиона безработных, да, ну то есть как бы вопрос с размерностью мер, это совсем другая история, так как, кажется, нам важно фиксировать именно нарушение прав и прав человека в условиях данной ситуации. да, спасибо, это тоже ценно, ну и в любом случае, конечно, это на будущее очень важно, чтобы понимать, действительно, сколько там эти все меры были оправданы и к чему мы в итоге пришли. Алексей. Да, я, собственно, согласен в общем со всеми, кто пытался ответить на этот вопрос, на очень сложный вопрос, и я бы сейчас действительно вообще в принципе бы воздержался от каких-то комплексных оценок там тех или иных мер, что эффективно, что неэффективно, там действительно это покажет время и какой-то сравнительный анализ, что делалось в одних странах и других, потому что, в общем-то, ну, скажем так, вирус работает для всех людей независимо от границ примерно одинаково. Вопрос в том, насколько работают меры, которые предпринимаются для борьбы с этим вирусом. И нам, как правозащитникам, важно как раз-таки фиксировать все эти меры и все, что происходит, для того, чтобы потом на каком-то удалении было проще проанализировать и понять, где там были просто ошибочные решения, где эти решения были преступными. Но я бы хотел немного все-таки вернуться к вопросу, ну, если уже говорить про какое-то резюме, там, завершение нашего сегодняшнего разговора, я бы хотел вернуться к вопросу приватности. И вот, что у меня появилось в голове за время, пока мы говорили, да, помимо тех достаточно базовых подходов к ограничениям, то есть, да, мы видим, что есть запрос и со стороны населения, со стороны людей к введению такого рода ограничений, в том числе ограничений права на приватность. Мы видим, что во многих случаях это действительно может помочь каким-то образом локализовать эпидемию. в некоторых случаях это может быть, эти меры могут быть чрезмерными, но важно, опять же, снова взглянуть на наше законодательство, снова взглянуть на все эти, там, в том числе законы о чрезвычайном положении, которые принимались очень-очень много лет назад, посмотреть на них с точки зрения современных технологий, насколько они регламентируют все те меры, которые предпринимаются сейчас. То есть, возможно, когда все закончится, нам снова нужно будет пересмотреть эти законы и прописать очень четко все процедуры, которые связаны с электронной слежкой, в каких случаях она вводится, каким образом можно оспорить эти меры и каким образом можно отслеживать все ли еще они действуют либо уже сняты. И опять же, вот этот инструмент мониторинга, который Роском Свобода совместно с нами запускает сейчас, мне кажется, станет одним из таких инструментов для того, чтобы понять, когда же мы вернемся снова в это мирное время, в котором у нас нет вот этих жестких ограничений права на приватность и когда последняя красная зона с этой карты будет снята, мы можем сказать, что да, действительно, мы пережили эту эпидемию. Спасибо, Алексей, за такой спич вдохновляющий отчасти. Ирина хотела что-то добавить, давайте тогда, Ирина, добавляйте и будем заканчивать. Буквально добавить хотела только одну фразу, именно для того, чтобы эти временные ограничения и меры, вводимые, в том числе цифровой слежки, были временными. Многие страны, в том числе, например, у нас в стране, очень серьезно обсуждаются вопросы о создании специального закона о противодействии ковид. И конкретно для этой пандемии, для этой коронавирусной инфекции, что сначала, конечно, у юридической общественности вызвало просто шок, что значит, какие специальные меры, когда есть закон о общественном здравоохранении. Но вот ровно поэтому, что эти меры чрезвычайные, ограничительные, действуют только в период, когда есть такая эпидемия, и умирают ровно с ней, с нормализацией этой ситуации. Возможно, что это достаточно такой вот оправданный ход для того, чтобы именно в этом законе были прописаны ограничения на доступ к информации, справа и слежка, какие-то особые меры в отношении медиков и так далее. Спасибо большое. Ну что же, друзья, спасибо огромное всем, кто был с нами эти полтора часа, даже чуть-чуть больше. Мы надеемся, что вам было интересно, что то, о чем мы говорили, тоже было полезно, и вы почерпнули для себя какую-то информацию. Мы также пришлем запись и вам, и всем, кто не попал на сам разговор. Спасибо за участие всем, кто к нам присоединился, всем нашим экспертам, Алексею Козлюку, Саркису Дарбиняну, Ирине Байкуловой, Руслану Дарбекову и Сергею Костроме, который уже от нас отсоединился. Но это, мне кажется, был классный разговор. Я желаю нам всем, чтобы в наших странах права человека соблюдались, и все эти меры не были слишком серьезными и излишними. Ну и в конце концов, чтобы мы этот вызов прошли, приняли и вышли из него с достоинством. Спасибо всем. Друзья, всем спасибо, всех был рад видеть. Будьте здоровы. Да, взаимно. Всем пока. До скорых встреч. Всем пока. Пока. Всем пока. Спасибо. Спасибо.